Мне тоже очень захотелось получить изображение, потому что говорить о камнях с изображениями, не видя их, сами понимаете, не очень удобно. Но вот сейчас, по-моему, нормально. Спасибо. Что, простите? А, Жуков Андрей Вячеславович. Хорошо, хорошо. Значит, доклад посвящен коллекции камней Ики. Их еще называют черными камнями Ики. Название происходит от города Ика, вот здание музея на центральной площади, где эта коллекция и хранится. То есть это вполне условное название. Эта коллекция была собрана в 60-е и 70-е годы местным энтузиастом, доктором Хавьером Кабреры. Он не был, так сказать, профессионалом в археологии, он не был там даже дилетантом. Он не увлекался древностями, он был хирургом. Поэтому, когда он первый раз столкнулся с коллекцией камней, ну, у своих знакомых со странными рисунками, его заинтересовало прежде всего то, что многие камни несли изображение хирургических операций. Ну, в общем-то, историкам известно, что в разных древних обществах была достаточно развитая медицина. Но здесь Кабрера, будучи профессиональным хирургом, удивился, потому что он увидел сцены, изображающие операции трансплантации, причем различных органов, желудка, сердца, мозга. А в 60-х, 70-х годах современная медицина даже не говорила о пересадке мозга, или полушария мозга, только говорили, начинали говорить о пересадках сердца. То есть, увлекшись именно медицинской тематикой, он начал собирать активно эти камни. И в течение 10 лет собрал около 13 тысяч камней в собственном доме. Точное количество неизвестно, потому что он никогда их не пересчитывал. Примерно 11, 13, 14 тысяч. Камни эти состоят из эндезита. Под эндезитом называют обычно анские граниты, то есть это очень плодная вулканическая порода. Рисунки на ней нанесены при помощи гравировки. Гравировка не глубокая, 2-3 миллиметра. Однако современные стальные инструменты не оставляют таких следов, какие мы видим на камнях вики. В 70-е годы, первой половине 70-х годов, Кабреро попытался, говоря современным языком, эту тему раскрутить. Он выступал с лекциями, он обращался в научные издания, чтобы привлечь внимание к этой своей коллекции. Однако, как только появился всплеск интереса массовый к этим камням, она была официально объявлена подделкой. Причем сделано это было не устами профессиональных археологов. Это сделано было в двух центральных газетах перуанских, где журналисты провели журналистское расследование и привели, так сказать, свидетельство двух местных верофермеров, которые писем заявили, что они сами лично резали эти камни, гравировали и продавали их доктору Кабреро. Вот это, кстати говоря, рабочий кабинет доктора Кабреро, который тоже весь ставлен, завален его камнями. Соответственно, свидетельство двух фермеров послужило основанием для того, чтобы признать всю коллекцию большивой. Хотя даже простейший математический расчет на уровне второго класса может показать, что два человека вырезать в течение 5-6 лет такое количество артефактов просто не в состоянии. Большее количество камней, конечно, небольшие по размерам, то есть 20-30 сантиметров. Но есть экземпляры, которые достигают длину метра и весят 300-400 тонн. Кстати говоря, в 1981 году, ну здесь фотографии, по-моему, нет, один из таких самых крупных камней доктор Кабреро отправил в подарок королеве Испании, которая и поместила его в своем дворце. Что же послужило основанием для того, чтобы официально признать коллекцию большивой? Дело в том, что половина изображений на камнях демонстрирует нам, в общем-то, достаточно стандартные сцены и жизни древних индейских обществ. Охота, рыболовство, ритуальные сцены. И если бы были только такие изображения на камнях, я думаю, что археология, археологическая наука давно бы признала эту коллекцию уникальной, все-таки новый вид искусства для Древней Америки. Вот, и защищались бы диссертации, исследовались камни и т.д. и т.п. Однако вторая половина камней носит совершенно непредставимые для нас неправильные изображения. Прежде всего, примерно более тысячи камней имеют изображения динозавров. Можно дальше. Вот, например, типичный, так сказать, узнаваемый циратус. Можно в режиме слайда даже пускать. Причем изображения, это три циратус. Изображения динозавров многочисленные. Более того, они показаны во взаимодействии с человеком. Вот, как, например, на этой сцене. И тут, как бы, два вида взаимодействия человека и динозавров. На динозавров травоядных, в данном случае это исключение, человек либо охотится, либо использует их в качестве домашних животных. На хищных динозавров, прежде всего, хорошо нам известным, там, тиранозаврином, то есть тиранозавр-рекс, аллозавр, он устраивает охоту. Или же происходит, скорее даже так, не охота, а сражение. Потому что на многочисленных сценах показано, что, вот, такой тиранозаврит, что люди страдают от хищных ящеров не менее, чем сами ящеры. И, естественно, что официальная наука не могла признать такого факта, потому что всем хорошо известно, что динозавры вымерли за десятки миллионов лет до появления человека разумного и, более того, до появления приматов. Поэтому, соответственно, этого не может быть, потому что не может быть никогда. Все, вопрос как бы закрыт. Однако, дело в том, что камни являются, так сказать, эмпирическим фактом. Эмпирическим, в данном случае, даже археологическим. Потому что они найдены в земле. То, что их собирал один человек, он просто потратил на это свою жизнь. Вот, доктор Кабрера. Он их скупал у местных фермеров, крестьян, у черных археологов. Дело в том, что территория, на которой находят камни, это вот департамент ИКА, где, хорошо вам известно, расположен также комплекс линий и рисунков на плату Наска и Пальпа. Находят их в индейских могилах. И эта территория просто нашпигована древними индейскими захоронениями, потому что индейцы здесь жили на протяжении нескольких тысяч лет, а в условиях, так сказать, сухих аридных почв, которые здесь имеют место быть, прекрасно сохраняется любой материал, как неорганический, так и органический. То есть местные индейские мумии сегодня находят с хорошо сохраняющимися волосами, с прекрасными образцами тканей, плетеных корзин. В том числе, значит, в захоронениях находят и эти гравированные камни. Но, забегая вперед, сразу скажу, что, естественно, датировать эти камни временем, допустим, первого тысячелетия новой эры недопустимо, потому что индейцы не обладали такими инструментами и знаниями, чтобы изображать подобные сюжеты. Скорее всего, по наиболее весовой, на мой взгляд, гипотезе, они наткнулись на хранилище. Хранилище, где были складированы вот эти вот камни, как бы, как в своеобразной библиотеке. И действительно, напрашивается прямая аналогия с библиотекой, потому что каждый сюжет посвящен какой-то отдельной стороне жизни людей. Будь то сельское хозяйство, охота, в данном случае охота на динозавров, медицина, астрономия. Это, как бы, отдельные каменные листочки, причем собранные, видно, хаотично, не классифицированно. Я так предполагаю, что индейцы, как бы, в 2000 лет наткнулись на это, их очень поразили изображения, и они считали эти камни, скажем так, даром предков, сакральными. Именно поэтому их и помещали в качестве сакральных предметов в состав погребального инвентаря. То есть, естественно, что эти камни никаким образом не использовались в быту. Они просто, нет никаких следов. Вот можно, кстати говоря, остановить на один момент. Вот. И вернуть к вопросу о фальсификации. Вы, наверное, обратили внимание, что очень много было динозавров, хорошо вот нам знакомых, типа диплодок или апатозавр, то есть самые крупные из млекопитающих динозавров семейства зауроподовых. И они были изображены с спинными пластинами на стене, как будто, как у динозавров. Это в свое время послужило, кстати говоря, одним из доводов того, что вот это современная поделка, причем поделка неграмотная, что люди, которые изготавливали эти камни для Кабреры, даже не удослужились посмотреть, как выглядят древние диплодоки. Однако в 91-м году в Америке была найдена окаменевшая мумия динозавра, диплодока, детеныш диплодока, который сохранил на своей спине начинающиеся на хвосте шипы, которые постепенно переходили в пластины. Просто они были не костяными, а кожистыми образованиями. До начала 90-х палеортологи не представляли себе то, что у диплодоков могут быть такие пластины или шипы. И это вот уже, когда вся шумиха вокруг коллекции Кабреры прошла, это подтвердили палеонтологи. Более того, если вы помните сериал BBC, прогулки с динозаврами, по-моему, 2000-2001 года, там диплодоки уже показаны со спинными шипами. То есть, что получается, неграмотные крестьяне опередили на 20 лет открытия палеонтологии? Или вот этот момент, где люди отрубают голову самки динозавра, которая одновременно является млекопитающей. То есть, видны два детеныша, которые сосут ее в имя. Можно дальше? Опять-таки, совершенно дикий сюжет, тем более, если предполагать, что это фальшивка. Можно дальше запустить? Только, опять-таки, в конце 20 века, ну, с 90-х годов, среди палеонтологов тоже начали раздаваться пока еще не смелые голоса, гипотезы в пользу того, что часть динозавров могла быть теплокровными и, более того, млекопитающими. Потому что, по подсчетам палеонтологов, тот же там братозавр имел неизвестные яйца, которые бы достигали 2-3 метров в размере у динозавров. А детеныши должны быть, не могли же быть, не знаю, в тысячу раз меньше, чем их мать. Ну, тем не менее. Значит, чтобы уложиться во время, я предлагаю немножко быстрее сделать показ слайдов. Дело вот, кстати говоря, изображение охотника, в смысле человека, вверху на 30 ракурс, спина которого покрыта попоной. По ним, или, можно на секундочку остановить, вернуть? Да. Это так называемый ракоскорпион, который, по палеонтологическим данным, существовал в период 350-500 миллионов лет назад. Здесь он показан очень четко, то есть практически палеонтологическая реконструкция. Более того, в коллекции Кабрера таких камушков 200 штук, на которых изображен один и тот же вид животного, вымершего полмиллиарда, почти 300 миллионов лет назад, причем на разных стадиях развития. Здесь показана взрослая, так сказать, господи, а на камнях они буквально от головастика показаны. Можно дальше. И таких вот совершенно неправдоподобных, неправильных фактов в коллекции Кабрера огромное количество. Помимо динозавров, здесь встречаются изображения и реликтовых млекопитающих, которые, согласно палеонтологическим данным, вымерли на территории Америки еще задолго до появления здесь цивилизации, то есть 10-15 тысяч лет назад. Вот вы видите, показан человек на лошади, были показаны верблюды, олени, даже коровы. И все это как бы считается вымершим. Индейцы не знали колеса, а изображены повозки. Очень похоже, кстати говоря, на повозки древнего Междуречия. И количество камней вот с такими вымершими млекопитающими тоже по тысяче. Самое интересное, что здесь в коллекции нет ни одного камня, где бы динозавр был изображен вместе с реликтовым млекопитающим. То есть с человеком, да, пожалуйста. А поскольку это все-таки разные эпохи, они на одном камне встречаться не могут. Опять-таки к вопросу, да, о страничках энциклопедии. Значит, следующая, как я уже вначале упоминал, тема, которая очень сильно напрягла официальную науку, это уровень знаний в области медицины. Потому что сотни камней, целые серии камней изображают хирургические операции по трансплантации органов. Как я уже говорил, желудка, в основном сердце и мозг. Причем эти операции показаны, что делаются, как правило, двумя врачами, один из которых непосредственно хирург, второй является анестезиологом. На камнях показаны примитивные приборы, типа катетеров, которые вводятся в вену, которые подсоединены к какому-то символически изображенному сосуду. То есть показана анестезия пациента при проведении операции. И опять-таки, ну, кто согласится на то, что древние перуанцы и индейцы проводили пересадку сердца, да еще успешно. Хотя, как бы, археологически известно огромное количество черепов, найденных на этих территориях, принадлежащих культуре Парата, снастка, датируемый там рубежом новой эры, началом первого тысячелетия новой эры. Это черепа со следами трепанации. То есть с одной из двумя, есть даже с четырьмя дырками в голове, которые почему-то встречаются в таком массовом количестве именно на этой территории. То есть трепанация была известна местным индейцам, и до сих пор, правда, вопрос, почему она делалась в таких массовых количествах. Извините, да тут, ну ладно. Как бы, это эротические сцены, вот, причем они, как правило, гомосексуального плана. Представить себе, что католические фермы, фермеры перуанские, а там народ очень набожный, в 60-е, 70-е годы, можно сказать, что делали такие фальшивки для продажи, так кто бы стал их приобретать. Вот один из примеров черепа со следами трепанации. Огромная дырка, причем, как антропологи доказали, все это, как бы, делалось на живых людях, потому что есть отчетливо видные следы зарастания. То есть люди с такими дырками в голове жили. Закрывались их, как правило, медной, бронзовой, реже золотой пластили. И вот операции на камнях ики не ограничиваются, как бы, трепанации, точнее, трепанации там нет. Там, скорее, показано откровенно, что человеку пересаживают мозг. В данном случае, вот, речь идет о операции на желудке, очевидно. Можно дальше? Да. Это вот более простое, то есть, среди камней в коллекции Кавреры можно разделить, как бы, по уровню художественного. Можно дальше? Исполнение нескольких категорий, то есть, высококачественные, вот, например, по сути дела, низкий рельеф на камушке, и низкокачественные, где можно предполагать наличие копий с более, так сказать, высококачественных камней. Возможно, не исключено это, что какие-то копии могли делать и индейцы, вот, в исторические времена. Есть камни, где вот, ну, вот, был камень, один из самых крупных в коллекции, он весь полтонны, вот, где схематично достаточно была показана операция по пересадке мозга, дай, пожалуйста. Вот он. Метр двадцать, примерно, на девяносто сантиметров, вот, вес триста пятьдесят, четыреста килограммов. Ну, вот, сейчас медицинская тематика закончится. Хотел еще только сказать, что вот на отдельных камнях, как, например, показаны какие-то странные операции по работе с извлеченным мозгом. Здесь вот извлекают одно полушарие, другое вставляют. То есть это абсолютный, в общем, ну, грубо говоря, бред. Вот, невозможно, типа, было такое для индейцев. Помимо медицинских знаний, еще обращают внимание себя астрономической тематикой. Вот прекрасный тоже валун полуметровой высоты, наверху которого изображена условно карта звездного неба, или, скорее говоря, объекты звездного неба. Луна, звезды, туманность, вот это вот, ну, понятно, да, в левом нижнем углу, комета. И при этом, можно вернуть, да, назад. И при этом, как бы, по бокам изображены индейские астрономы, которые наблюдают это звездное небо в подзорные трубы. Все, можно дальше, да. И количество таких камней с астрономами достаточно велико. Есть вот такие вот маленькие копии более крупного, которого вы видели, камушкой. Но в сюжете везде один и тот же. То есть наличие в древней цивилизации оптических приборов, при помощи которых, вот в частности, лупа, ученые исследовали макрокосмос и микрокосмос, тоже с точки зрения официальной науки просто невозможно. В общем-то, я думаю, что по времени вынужден буду закругляться, правильно, да, вот, чтобы не затягивать. Говорить можно очень долго. Изображение русалок, изображение континентов неизвестной конфигурации, которые Кабреро считал изображениями Атлантиды или Му. Все это также присутствует в коллекции. На мой взгляд, сегодня вот совершенно нет никакого логического объяснения данной коллекции. То есть она действительно с точки зрения наших представлений о мире совершенно невозможна. Вот были показаны летательные аппараты, изображены весьма условно. Но то, что это подлинные камни, является, как я уже говорил, археологическим фактом. Это не может быть фактом научным, вот это, возможно, изображение НЛО. Вот, ну оно такое, единственное, уникальное, которое я видел. И говорить о том, что действительно, это, как бы, изображение летающей тарелки, ну, предположить это можно. Вот, так вот, эта коллекция не является научным фактом, потому что в науке нет ни одной, как бы, теории, парадигмы, которая бы позволила совместить жизнь человека и динозавров, или древние летающие аппараты на территории американского континента. Поэтому она продолжает оставаться фактом археологическим. Потому что, чтобы он стал фактом научным, необходимо, по сути дела, пересмотреть все наши представления, не только в истории человечества, но и вообще об эволюции живой жизни на Земле. Все, спасибо. Я уже говорил о хронологии, да. Вот их находят в погребениях, которые обычно датируют первым тысячелетиям новой эры. А вот, как бы, я говорю, датировать их реально просто невозможно. Потому что, как датировать? Что это динозавры, 100 миллионов лет назад. А если тут рак скорпиона, 500 миллионов лет назад. А вымершие слоны, их всего 15 тысяч лет назад. А вот, как бы, немногие экспертизы, которые проводились, а с камнем-то, работать в плане датировки крайне сложно, если не невозможно. Это неорганический предмет. Скальная порода датировать современными методами камень нельзя. Точнее, можно предполагать, что камень, миллионы лет назад, миллиарды, получился, да, из лавы. Вот, и стал гранитом-андезитом. Датировать современными методами нельзя. Это вот, как бы... Да, встречаются камни, по сути дела, это крупные, мелкие, галька и крупные валуны, обкатанные в местных реках. Да. Сейчас реки там практически перестопли. Вот. И найти там... Такого размера, во всяком случае, камни, очень сложно. Но это местный андезит? Да, это местный андезит, как бы, анский гранит. Есть такие андезит, как бы, анский гранит? Есть, конечно, да. Вопрос, можно? А вот рассматривалась и в академической науке такая версия, что это результат сновидения. То есть, условно говоря, люди рисовали не то, что вот видели фактически, а то, что видели во сне, либо в измененном состоянии сознания. Может быть, там считывание шло информации из тех миров, где, допустим, динозавры и люди сосуществуют. Хотя в нашем мире этого нет. Такая версия, ну, не в плане там считания, а в плане, как бы, связанная с галлюцогенными растениями, посещениями, так сказать, иных миров, шаманами, выдвигалась со сторонниками альтернативной истории, но никак не академическая наука, потому что академическая наука по-прежнему считает это новоделом и просто не занимается изучением. Я не знаю ни одного специалиста по археологии или антропологии в мире, который бы официально, работая в официальной научной организации, проводил какие-либо исследования о камней вики. Только энтузиаст, так сказать, занимается. Просто, мне кажется, это самая простая версия, которая объясняет вот такое многообразие. По рисунке хирургических операций тоже результат поведения? Да, с других мира, например. Ну, может, она простая версия. Придумайте еще проще или еще лучше, которое в жалобах нет для завтра. А черепа, трепанации, тоже из-за ваших рук? А черепа это могли быть жертвоприношения. Ну, не знаю, я прошу прощения. Мне лично проще представить, что картину у Конан-Дойля «Затерянного мира», что там 15-20 тысяч лет назад еще водились динозавры, чем представить себе шаманов, которые при помощи техники измененного сознания читают такие вот детальные картинки вплоть до, я не знаю, анестезий.